Привет, в эфире Брифинг, программа, в которой мы коротко рассказываем о том, что сегодня обсуждают США. Меня зовут Яна Гринблот. Напоминаю, мы выходим в прямом эфире и будем рады вашим комментариям. Президент США Дональд Трамп объявил, что правоохранительные органы арестовали предполагаемого отправителя посылок, в которых находились самодельные взрывные устройства. На прошлой неделе посылки были отправлены в числе прочих адресатов видным деятелям Демократической партии США. Прежде чем начать свое сегодняшнее выступление, я хотел бы проинформировать по поводу посылок и взрывных устройств, которые были отправлены в адрес видных политических деятелей и одного из средств массовой информации. Мне приятно сообщить, что представители правоохранительных органов арестовали подозреваемого. Правоохранительные органы провели невероятную работу, в которой были задействованы местные и федеральные следователи, а также следователи на уровне штатов для того, чтобы разыскать ответственных. Подобным терроризирующим людей подлым поступкам нет места в нашей стране. Поток мигрантов из Центральной Америки достиг территории Мексики. Между тем, один из организаторов каравана заявил, что люди направляются вовсе не в Соединенные Штаты. Координатор одной из групп мигрантов из Гондураса, которая уже добралась до Мексики, заявил, что группа не собирается закончить свой путь в США. Когда мы покидали Гондурас, наша цель была попросить политическое убежище в Мексике. Я не знаю, почему это вызвало у многих тревогу. Я не знаю, зачем мы не направили границам военных. Дональд Трамп, мы не направляемся в Соединенные Штаты. Там многие будут пытаться попасть в США, но далеко не весь караван. В минувший четверг американский президент заявил, что его администрация возможно направит на мексиканскую границу до тысячи солдат. Заявление было сделано в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 6 ноября. По мнению многих, Трамп форсирует тему мигрантов, чтобы его однопартийцы-республиканцы заручились поддержкой избирателей в стревоженных ситуации, связанные с нелегальными иммигрантами в США. В сети Твиттер президент США призвал гондурасов возвращаться домой и просить о визе на общих основаниях. Такой путь был бы трудным, ведь наши люди бедны, а чтобы получить визу, нужно много денег. Как раз поэтому большинство из нас покинули свою страну. Не хватает денег, нет денег, ни денег, ни работы. Караван начал свое движение из Гондураса в середине октября. В пути к нему присоединяются также жители Гватемала, Никарагуа и Сальвадора. Если вы все еще думаете, куда пойти на Хэллоуин, отправляйтесь в тюрьму. В Чикаго это не наказание, а развлечение. Печально известная старая тюрьма в городе Джолиэт готова к Хэллоуину. Во время туров с призраками посетители заходят в самые страшные уголки здания со 160-летней историей. Следователи паранормальных явлений утверждают, что на ветхих скрипучих лестницах встречаются духи, издающие ужасающие звуки. Тюрьма заброшена с 2002 года и с тех пор привлекает туристов. Особенно в это время года. Исторический музей города Джолиэт объединился с компанией «Жуткие места Чикаго» для организации паранормальных туров и туров в поисках привидений. Большая часть билетов на Хэллоуин уже распродана, поэтому организаторы советуют регистрироваться заранее. Пощекотать нервы на экскурсии стоит 37 долларов на человека. Охота на привидения обойдется в 120 долларов. Паранормальные туры длятся по полтора часа и доступны для публики до середины ноября. Охота на привидения занимает больше времени – 4 часа. По словам организаторов, часть прибыли пойдет на поддержание здания тюрьмы, так как собранных пожертвований не хватает. «Мустанг» – это не только название красивой машины. Прежде всего, это красивые дикие лошади – символ Америки. В штате Калифорния приняли решение их отлавливать. Активисты, выступающие за права животных, протестуют. Умиротворяющая картина, не правда ли? Вовсе нет. Здесь проходит протест. Прекратите, прекратите! Активисты выступают за права диких животных, вернее, полудиких – мустангов. Протестующие собрались у зданий местного отделения Федерального лесного управления США. Совсем недавно здесь приняли решение табунить, или, проще говоря, отлавливать мустангов и продавать их. Лесное управление утверждает, что в национальном лесу модок их слишком много. «Мы не справляемся с ними, так будет сказать точнее всего». «Они – американская легенда. Их будут покупать на убой, отвозить на убой в Канаду». Протестующие подали на управление в суд. Они добиваются того, чтобы федеральные службы обязали гарантировать сохранность жизни пойманных лошадей. Элли Фибс Прайс – владелица 240 лошадей. Она говорит, что мустанги – настоящее национальное достояние. «Они крепкие, они умные, они прекрасно ладят с людьми». Элли говорит, что понимает лесное управление. Мустанги должны быть под контролем. «Но все должно делаться по-человечески, состраданием и заботой». И, наконец, к пятничным новостям. Ученики начальной школы приготовили особенный сюрприз для того, кто помогает им каждый день. «Они поют и голосом, и руками. Он смотрит и плачет». Энтони Джеймс работает в этой школе в штате Теннесси уже 30 лет. Он убирает помещение и сегодня зашел в класс забрать мусор. Маленькие ученики встретили его песни, спели и показали. Энтони слабослышащие. «Это было так трогательно, что прослезились мы все». Учителя Эми Хершман и Алиса Хартфилд разучились с детьми песню «С днем рождения тебя» с ордопереводом при помощи Ютуб. Они говорят, это было несложно. «Ребята так обрадовались. Они сразу поняли, что смогут теперь общаться с мистером Джеймсом. Они за пять минут научились». Энтони работает здесь так давно, что учителя не помнят школу без него. «Он замечательный пример для ребят. Он показывает им, что сдаваться не надо. Никогда. Мистер Джеймс не опускает рук». «Спасибо вам, спасибо». «Если вы кого-то любите, не теряйте надежду». Как жительница Калифорнии, героиня нашего следующего сюжета. Когда она впервые увидела его, поняла – это любовь с первого взгляда. «Он мне как сын. Не смейтесь, он мое продолжение». Пес по имени Сэмпер немедленно ответил взаимностью. «Между прочим, его имя в переводе с латыни означает «навеки верен». Он всегда был неверен». Кэмерон купила собаку, победив ликемию. Сразу, как только окрепла после лечения. Спустя несколько лет они с Сэмпером переехали во Флориду. Оттуда Кэмерон иногда летала назад в Калифорнию к врачу. Однажды ей позвонили и сказали, что Сэмпер убежал и потерялся. «Сказать, что я расстроилась, это вообще ничего не сказать. Я не могу об этом даже говорить». Кэмерон не теряла надежды. Два года спустя уже снова в Калифорнии обнаружила информацию о микрочипе Сэмпера в базе данных одной из больниц. Оказалось, что Сэмпера украла и продала за 200 долларов девушка, с которой Кэмерон снимала квартиру во Флориде. «Мною овладел такой гнев, такой...» Кэмерон наняла частного детектива и адвоката. Спустя множество перипетий еще два года Сэмпер вернулся. «Сэмпер! Сэмпер!» Кэмерон и ее пес снова вместе. «Сэмпер! Сэмпер!» «Спасибо, что были с нами на брифинге. И, наконец, действительно хороших выходных!» «Сэмпер! Сэмпер! 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 Продолжение следует...